Пройдя половину пути, катер увеличил скорость на 25% и поэтому прибыл на полчаса раньше. Сколько времени он двигался? Давайте еще раз повторю. Пройдя половину пути. Значит, мы должны как-то обозначить длину пути, предложение обозначить ее в 2С. Первая половина и вторая половина. Катер увеличил скорость на 25%. Значит, к скорости добавляем 25%, получается 5,4. Итак, пройдя половину пути, катер увеличил скорость на 25% и поэтому прибыл на полчаса раньше. Ну, давайте соображаем. Откуда возникла экономия? Как бы он двигался второй половиной пути, потратив S разделить на V? Путь делить на скорость. А вот, когда увеличил, надо делить уже не на V, а на 5 четвертых V. И вот это те самые получатые. Хорошо. Чтобы нам было легче считать, давайте умножим обе части на V. Тогда получится S минус... Вот что такое делить на 5 четвертых? Можно считать или знаменатель умножить на 4. Получится, что это то же самое, что 4S разделить на 5. И здесь у нас будет V по полу. Так, из S вычитаем 4 пятых S, получается 1 пятая. То есть, S разделить на 5, это V разделить на 2. Хорошо. Давайте теперь умножим обе части на... Вопрос задача в чем? Сколько времени двигался? На 10. 2S разделить на V. 2S разделить на V, это 5. Если бы он ничего не делал, не ускорялся, то путь занял бы 5 часов. Но поскольку он выигнал на второй половине полчаса, то настоящий ответ это 5 минус 1 вторая, 4 половины часа. 2S это 5V, значит 2S разделить на V это 5. Так что, если бы он не менял скорость, то занял бы путь 5 часов. За 5 часов прошел бы состояние 2S, вот это все состояние со скоростью V. Но на последнем участке он выиграл полчаса за счет того, что ускорился. Значит, настоящий ответ это 5 минус 1 вторая, то есть 4,5 часа.